Это один из самых молодых праздников, который сплачивает людей – День народного единства. Его отметила вся Россия, в том числе и многонациональный Краснодарский край. Праздник, учрежденный только в 2005 году, имеет древние и исторические корни. И он успел уже приобрести свои традиции и стать близким для народа. Славянцы, как и все кубанцы, приняли активное участие в праздновании. К празднику в нашем муниципалитете начали готовиться заранее. Для участников клуба интернациональной дружбы «Меридиан», который находится в Славянском сельскохозяйственном техникуме, День народного единства – особый праздник. Ведь в этот день отмечается то, чему посвящена вся работа клуба, все его мероприятия. Речь идет о дружбе, взаимопонимании и взаимопомощи между людьми разных национальностей. У нас Кубань, как и наша страна, многонациональна. И прежде всего я хочу поздравить всех с Днем народного единства. Это единство наших народов, наших культур. И сегодня мы живем и должны работать прежде всего во благо нашей страны. И защищать интересы всех народов, независимо от национальности и вероисповедания. В нашем техникуме в Славянском сельскохозяйственном, где вы у нас сейчас в гостях, я представляю клуб интернациональной дружбы «Меридиан». И в нашем клубе обучаются студенты свыше 12-15 национальностей. Это русские, армяне, дагестанцы, это узбеки, белорусы. И сегодня одна из наших главных целей нашей работы состоит в том, чтобы объединить всех этих ребят, еще раз повторюсь, независимо от национальности и вероисповедания, в единый коллектив. Где бы у нас был дух принятия друг друга, понимания, изучения культур народов разных, которые у нас обучаются. И только через диалог, культурный, межкультурный диалог, мы придем к пониманию мира, добра, терпимости и терпения. Этот клуб предназначен для того, чтобы все народы общались друг с другом, знали то, что мы все равны, то, что нет какой-то определенной лучшей нации в мире. Мы изучаем традиции и обычаи разных народов, боремся с экстремизмом и терроризмом. Мне это интересно, потому что мне интересна вся тематика разных стран. Я люблю очень разные страны мира, хочу в будущем путешествовать. В праздничный день установилась прекрасная для начала ноября погода. У славянцев и гостей города было приподнятое настроение. Мы поинтересовались у них, что они думают о дружбе народов нашего региона. В Краснодарском крае проживают люди 130 национальностей. Я учусь в первом лицее, и в нашей школе учатся ребята разных национальностей, даже в нашем классе. И все вместе мы живем дружно, мирно между собой. И я считаю, что смысл этого праздника в объединении разных наций, разных вероисповеданий, в одно целое. Все народы живут в мире, в дружбе, в согласии, никаких разногласий. Да это сосед, сосед какой бы национальности ни был, он сосед. Обязательно, да, находим общий язык. Я раньше вообще жила в Казахстане, там тоже все дружно жили. Нормально. Все должны люди дружить, враждовать не нужно. Я считаю, должны люди мирно жить. Я знаю людей разных национальностей, мне есть знакомые других национальностей. Мы очень мирно общаемся, дружим. Армяне у нас, тем более на Кубани, живут больше ста лет. Есть и коренные, которые поколениями живут здесь. Ну, я думаю, что живем дружно, как говорится. Никаких проблем нет, межнациональных проблем у нас нет, не возникает. Никогда и не возникало здесь. Я думаю, что и в дальнейшем никогда не возникнет. Ну, в этот праздничный день хочу пожелать всем здоровья, самое главное. Как видим, люди всех возрастов разных национальностей убеждены в том, что нет ничего дороже согласия и взаимопонимания настоящей дружбы. К сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование, которое не смогло пройти так, как бывало раньше. На большом экране, расположенном на городском доме культуры, для славянцев демонстрировались исторические фильмы и ролики, посвященные Дню Народного Единства. Почетную вахту памяти на посту номер один несли ребята из военно-патриотического клуба «Вымпел» Славянского электротехнологического техникума. Много разнообразных мероприятий прошло в этот день в онлайн-формате. В ходе кулинарного онлайн-флэш-моба «Вкусно! Национально!» любители готовить и повара делились рецептами национальных блюд, фотографии которых размещались в социальных сетях. Сегодня мы приготовим блюдо японской кухни – роллы. Итак, мы берем рис, берем рис нори. Раскладываем равномерно рис, оставляя небольшой краешек. Рис, приправленный на соусами цукан. В рамках празднования Дня Народного Единства на платформе Zoom состоялся круглый стол на тему «Сила России в единстве народов», в котором приняли участие студенты филиала Кубанского госуниверситета и Славянского сельскохозяйственного техникума. Состоялась онлайн-фотовыставка «Кубань. Территория единства». Ее участники выкладывали в социальные сети фотографии на тему культур народов России. В онлайн-флэшмобе «Искусство объединяет», направленном на популяризацию среди жителей Кубани народного литературного фольклорного наследия и творчества народов, приняли участие многие славянцы. «Не найти в России, милой, благодать и края, ой, Кубань, кормилица, ой, Кубань, красавица, сердцу дорогая». Прошедший праздник еще раз убедительно показал, что единение народа – это основа духовной силы нашей страны, которая находится в основе всех побед и достижений. Анастасиевское поселение. Крышатский юртарь дом. Мы – Петровское сельское поселение. Без Петровское ауил конусамыз. Амдужин дон депет. Мы – Кировское сельское поселение. Ибирхутер, Кожевский чинезен. Мы – Славянский район. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует. Продолжение следует.